Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Второе послание Иоанна. Тут одна глава. 10-11 стих. Кто приходит к вам и не приносит сего учения, того не принимайте в дом и не приветствуйте его, ибо приветствующие его участвуют в злых делах его. Примените это сейчас на практике. Важные люди пришли, а ты хорошо знаешь, что они против Бога не пускают в дом и не приветствуют. Кажется, такая маленькая тема, тут и говорить нечего, а тут так много скажено. Вот слово приветствие встречается во всей Библии с экономическими книгами 77 раз. В Ветхом Завете 11, в Новом 56. Хотя Ветхий Завет больше Нового в три раза. Причина, а какая причина? Потому что это узко в народе своем было. А это по всему миру расходится. И мы это сейчас увидим в послании в то время самой важной языческой церкви в Риме. И здесь не приветствуйте. Еще раз прочитаем. Это нас требуется, это прямо повеление. Дух Святой нам говорит через Анну. Кто приходит к вам и не приносит всего учения, того не принимайте в дом и не приветствуйте его. Ибо приветствующие его участвуют в злых делах его. Ты можешь говорить, я приветствую, но не участвую в делах. Нет, это связано. А как если случилось такое? У нас сестра переехала тут в клочках. И она, знаете, как ее не запускали в храм, она православная. Она, кажется, пять или семь лет стояла на улице. Не запускают священника и все. И она стоит зимой валенками до земли промораживала. Пурга там, она все стоит, молится. И наконец-то она туда вошла. Приветствовать или не приветствовать этого священника, который явно не по слову Божию идет. Это вопрос. И вопрос очень серьезный. Потому что в каждой нации, у каждой религии есть такая форма приветствия. Чтобы славу одному человеку отдавать во всей стране и в приветстве его включить, это один раз только было такое халь. А дальше стоит слово какое. Халь да здравствуй, другого нету. Я могу сказать халь и все. Это перевод. Если говорят люди фюрер, а попробуй скажи на Старина фюрера. А это означает вождь. Другого перевода вообще нету. На нас действует именно произношение это. И они приветствовали определенно. Он мог вот так только руку взять. Остальные протягивали ее вперед. И сегодня, если так будешь приветствовать, с тобой будут разговаривать органы уже. Статья есть на это, оказывается. Тема такая. Когда стали распространять слово Божие, то коснулись племен, которые находятся в Амазонке. Где-то там никто про них не знал. И они приветствуются совсем по-другому. И нужно сказать, что вернее нашего. Они сразу подкадутся на встречу. Они поднимают руки. Это означает оружия нету. Они так, что поприветствовался, вышел, за тылок стреляют. И дальше показывают рот и зубы. И слова плохого на тебя нету. Вот как обдумано. А они дикари считаются. Это кто дикари-то? Вот есть такая нация, которая почитает богиню Кали. Приветствую любому. А как только поел, вышел, он чужой. Догоняй его, скальпируй, скальпируй. Даже вообразить нельзя. У нас другой, входя в дом, приветствует, скажите, мир дома сему. Вот мы живем через стенку где-то. И входя в другой дом, в квартиру, ни разу не было, чтобы мы зашли. Три поклона, где икона находится, называется Красный угол. Три поклона. Иисусова молитва. И дальше мир дома сему. А мира нет. А вот тут как раз и есть. Он, мир, возвратится к вам. Как он возвратится, когда невидимый? Я вчера на эту тему говорил. Невидимый, это вечно. Мы сейчас посмотрим, как святые внимательны были. Как приветствовать. Что это такое? По ручке. У нас мы не заставляем это. Но к священнику подходит тут, к епископу, и подает ручку поздороваться. Это ему говорят не так. Он благословляет, а руку целует. Кому? Мужику руку целует мужик. Женщину любой поцелует. Людей это странно. Как так? Это благословляющая рука. Она стоит всех рук женских. Одна. Ты вдумайся в глубину этой мысли. И как церковь это установила. А иногда так. Ты знаешь, что этот человек пьянствует, ворует. Он даже не скрывает это дело. И утром идет, приветствует тебя. Его приветствовать или не приветствовать? Ну, он рядом живет. Я отвернусь от него? Нет. А приветствия разные бывают. Вот у немцев есть это Гутен Морган. У нас доброе утро. Я признал по году. А это за приветствие считается. Гутен там добрый. Гутен там вечер сказал точно так же. И у англичан тоже на гутбай. Все. Значит, как сказать? А сказать здравствуй тому, кто пьет только сегодня одну бутылку. А ты дай еще здоровья. Он только вернулся из больницы. Он две будет выпивать. Я ему не могу желать здоровья. Не могу. Когда он болеет, он перестает пить. Он нормальный человек. Работает. Все. И что сказать? Доброе утро. Просто отвернуться нельзя. А начальник подойдет, руку подойдет. Ты же не скажешь, что я тебя не знаю. Начальство, которое там где-то. Ты можешь руку пожать ему. И поклониться. Глухонимые у нас были. Как они прессуют? Нет никого тут, кто знает это. Дальше. На сердце. И поклониться. Умом и сердцем я с тобою. Это приветствие. Здравствуй. Тоже как обдуманно-то все. Я когда через дорогу перехожу, а там бывает нет спитопора. А проходить, они мне должны дорогу уступить. Идут так по развалку. Я стараюсь бегом бежать. И каждому поклонюсь. Они улыбаются, уже смотрят. Приветствие какое. И бывает поклониться. Вот в Софии, Булгария. Я стою, обернулась, а тут остановка. И за рулем сидит женщина. Ну, я мужчина, я понимаю красоту женскую. Как она одета, мусульманка. И я ей показал. Вот так вот. Она заулыбалась и тоже за рулем сидя поклонилась. Мы поприветствовали. Но я в их учении не участок. Я ей показал, как-то одеты, показал, как наши сестры. Они идут и говорят, это наши мусульманки идут. Вот. Когда вдумаешься в это, нам нужно теперь все это рассмотреть во свете Святой Библии. Как это будет выглядеть. Вот в Японии это целый урок. Вот в семье, допустим, три дочери. Они уже на выдане. И мальчишка там года три. Каждый утром должен подойти и поклониться отцу. Многие. Там матери маленько пониже. А с кристерой, я тебе как будто не знаю. Сестра, которой 20 лет, она к нему, с четырехлетним должна подойти и поклониться. Вот понимаете, как у них слово дорога. Почему трудно было переводить. Дорога, по которой в тропинке может проходить только император. Другая для третьих. И третья, где запрещенные ходят. Около пяти названий в пути. А у нас в путь больше ничего нет. То есть народно себя разбирает. В этом очень важно. Заложить вот это в человеке. Это уважение. Это не сегодня придумано-то. А почему Господь когда сказал, мы сейчас почитаем где-то, не приветствуйте. А приветствие закрещало так. Так ты мне здоровья желаешь. А как у тебя с матерью дела? Полегче стало. Взяли из больницы. А как отец? А теща у тебя нормально, не болеет? Она же за что-то жаловалась. И Господь, время не тратьте на это. А бывает так, только рукой махнул и все. Поднял руку, едет кто-то там на велосипеде, махнул рукой и все. Я тебя приветствую. То есть тема-то какая. Мы даже это бывает не знаем, как правильно поступить. Мы вот проехали по всей Европе и увидели, что где люди, если верующие христиане, приветствия практически одно и то же. Вот так рука к сердцу, вот так головой. То есть ты мне нравишься. Так, перевести я сел. Мы это видели. Итак, прочитаем несколько мест. Евангелие от Матфея 10-12. Будьте внимательны. С нами разговаривает не человеческий язык, а божественное веяние Духа. Открыта Библия. А входя в дом, приветствуйте его, говоря, мир дому сему. Вот у нас есть люди верующие, у них так три поклона, здорово живите. Не поймешь, что ли, жует он тебя еще. Здорово живите. И они не знают Бога. Почему? В Библии в руках никогда не было. Я говорю о тех, которых еще много людей, о староверах, не имеющих священства. Но приветствия у них есть. Ну, здравствуйте для всех, по-нашему сказать. Здорово живите. А какие слова в ответ? А если за дверью? За дверью и ты не открываешь. Первое, считай. Слава отцу и сыну и святому духу, который в комнате отвечает. И ныне и пресно, и вовеки веков, аминь. Монах, он встречается, он говорит, приветствуй, и ныне и пресно. Ты должен говорить славу отцу. И ныне и пресно. Он понял, там стоит враг. Там дьявол стоит, он решил таким путем. А вот точно по норме шел, как положено. А вот если бы в войну жили, вы бы говорили там как-то, знаете, русская православная зарубежная церковь, она и называется зарубежная, белые мигранты, которые ушли туда. И вот им этот хайл разрешили построить храм, большой храм. И выразил он благодарность. Больше ничего не было. Анастасия, митрополит. Так уцепились, а те, которые с КГБ все же тормотали, он тоже приветствовал. Он поблагодарил, не обманывать. Я раззабыл документы, как было сказано и все. Мы за собой должны смотреть. Вот один раз ты только выйдешь на улицу и подумай, кого приветствовать, какое слово сказать. У тебя все время будет что-то здесь шевелиться. Далее. Евангелие, так, 23,7. Матфея. Запомним мир дома сему. И приветствую в народных собраниях, и чтобы люди звали их учитель, учитель. Вот так. Господь осуждает тех, которые любыми путями выжимали, чтобы его поприветствовали, чтобы это хайл сказали им. Это тогда было такое. Где в собраниях, меня, видишь, как посчитают. Там на тебя смотреть, может, не может уже. Сколько ты у него всего отнял. Далее. Первое. Петра, 5,14. Лука, 1,29. Мы сейчас пройдем по разным страницам Библии и увидим, как. Она же, увидев его, смутилась от слов его и размышляла. Что бы это было за приветствие? Так. Потому что никто никогда так не говорил. А теперь вы выше три стиха возьми. Кто это говорит? Что удивление. Разве так приветствуют? Вот осуда. В шестой же месяц послан был ангел Гаврила от Бога в город Галилейский, называемый Назарет, к деве, обреченному мужу именем Иосифу, из дома Давидова, имя же деви Мария. Ангел, войдя к ней, сказал, радуйся благодатная, Господь с тобою, благосленно тыми же женами. Она же, увидев его, смутилась от слов его и размышляла, что бы это было за приветствие. Если до конца не знать, ясно, так не приветствуюсь, они говорят. А дальше говорит, она дева была, кажется, такая целомудренная, так и есть и действительности. А как это может быть, когда я мужа не знаю? Уже знали, что не в пробирке заводится. И по этому удивлению выразилась в молитву, которую у нас идет, Аба Мария поет. Если кто не знает, Робертей на ларете поет на смерть. Дева Мария, Богородица, Дева, радуйся. У нас, бедко, по старообрядкински обрадована Мария, мы так считаем. А тут благодатная Мария. Не будем уже в такие тонкости входить. Но, 10-4, Евангелие от руки. Не берите ни мешка, ни сумы, ни обуви. И никого на дороге не приветствуйте. Это настолько, сегодня сказать, ну ладно, не бери, это там обеспечено будет. А дорога длинная, не на машинах ездили. И никого не приветствуйте. А вот это, дословно, дорога, данного слова, какое состояние в доме, кто болеет, не болеет, а у тебя урожай как-то. То есть, не приветствуйте, махнул головой, и все. И один, когда умирал, отец детям наказался. Первый, никогда не здоровайтесь. Они не поняли, но выполнили это. А как? Потому что ты будешь на поле, и кто идет, он будет здороваться с тобой. Не спите. Отец заложил в этом, любили спать, и он этим пробудил. А другой, говорит, сказал, что у меня тут горшок с золотом зарытый. Они лопатами все перерыли на 10 раз. А то, за счет, давайте посеем что-то. Вот, родители, какие умные-то, как воспитывают детей, которые невоспитаны. Первое Петра 5,14. Никого не приветствуйте. То есть, не разговаривайте много, если у тебя важное дело, на благовестие вышел. Приветствуйте друг друга лапзанием любви. Мир вам всем, во Христе Иисусе. Аминь. Специальную маленькую брошюрку сделали. Как когда-то... Можно, как приветствуется. Мужчина, вот у нас как принято, вот так отобрять его, сзади его похлопать или по спине рукой провести. И голова к голове, ничего больше нету. А тут целование. Лучше всего это можно было у одного правителя. Он всех целовал. Вы знаете, как ни в одном мире так не было. Кто бы он ни был, правительный прет, он всех целует, да еще и с затяжкой. Можно только посмотреть. И, наконец, нашли у нас тоже. Вот она мне нравится. Но на людях-то не будешь целовать все-таки. А дальше-то идет о речном. А вот есть пасхальный день, когда нет мужеского пола женства. Тогда все целуют друг друга. Это в романе «Воскресенье» один писатель все это отобразил, как это есть. Вот тоже, смотрите, сколько мы находим моментов таких, где надо знать и детей к этому приучать. Второе я нам просчитали римлянам, 16.10. Так, послание к римлянам придется почти голову просчитать. У Павла не было времени, не было бумаги. И, однако, он эти приветствия сколько? В одном только послании говорит. 16.10. Можно просчитать даже. Приветствуйте апеллеса, испытанного во Христе. Испытанный во Христе. Не просто так. Дальше. Запоминайте, кого приветствовать во Христе. Приветствуйте верных из дома Арестовлова. Ну, это целый дом. Мы не знаем, но так или... Надо приветствовать. Пока просчитаешь это, римлянам, вот... Это 10, 11. Приветствуйте и Родиона, сродника моего. Сродник. Это значение имеет. Ну, не просто сродник, а верующий. Приветствуйте из домашних наркиса, тех, которые в Господе. Там много людей у него, у этого рабовладельца. А вот которые в Господе, их приветствуйте. А в остальных он... Зачем бы он наделял, если всех приветствовать-то? Дальше. Приветствуйте Трифену и Трифосу, трудящихся в Господе. Имена и... Чем они дороги так? Трудятся для Господа. Если их не будет, у нас тут просто неприятность будет. Некому отправить там и книги, и все это. Вот Трифосу, вот видите как? Какое именно качество выделяет? Главное качество. Мы вот знаем, человек, который уходит, а какое у него главное качество было? Я уж не раз про это говорил. Вот вчера многих не было, которые сегодня здесь есть. Почему? И когда старичок умер, говорит, а чем он запоминается? Один только сказал, говорит, он ни одного богослужения не пропустил. Как? Да к летам же дачи. Дачи, дачи, он приходил сюда, а дачу свою отдавал здесь. И дети были, и внучата были. Ни одного богослужения не пропустил. Вот у нас Серафима Гавриловна была, 94 года умерла. Никто ее не видел в храме сидящей. Никогда. Было такое, один раз упала. Упала, подали там стросточку, и она днем пришла пешком ко мне объяснить, почему я упала. Я не просто упала, это ангел меня сшиб. Я вчера плохо подумал о таком человеке, и ангел меня повалил, чтобы я одумалась. Понимаете, как старые люди рассуждают. Она трактористкой была. Поздравление от президента пришло, ну, от его там, когда исполнилось ей 90 лет. Вот когда начинаю вспоминать, и, Господи, люди-то перед нами какие, прям пример только бери, и учить ничего не надо. Одна же смотрю, июня на богослужение, среди недели, какое-то там возвишение или что, я вышел потихоньку, через дорогу перешел только на богороде. Серафима Гавриловна, почему не в храме? Почему? А что? Да что же она делала? Знаете, она как будто потеряла дорогого где-то друга. Гляжу, уже в храме стоит. Вот как у человека, когда настроено это, когда, говорит, мне трудно совсем, я начинаю гимнастикой заниматься. Легла спать, и, видимо, пошевелилась и упала. А сын-то услышал, выскочил, она не надо. Меня кто-то мягко-мягко так поднял, такие теплые руки были у него, я еще полежу, подумаю. Вот, кажется, детский разум, а там многое заложено. Милостью Божией, читаем дальше. Приветствуйте Персиду Возлюбленную, которая много потрудилась о Господе. Вот как. Павел Гавровн сидит, ну, поприветствует, да все. Обычно, когда она с фронта, писали домой в прессе, такую-то, такую-то, перечисляют, письма с фронта считают. Она больше ничего нет, кроме имени. Вот здесь, когда записывают, тоже упоминания. Чем он дорог человек, вот главное это. Он человек или только у него щелой, направленное вниз, а не к вечности. Дальше. Приветствует вас Гайей, страноприимец мой и всей церкви. Страноприимец. И всей церкви. Кто пишет, письмо кто пишет, он все. И Павел сидит и пишет. Одна рука прикована к стене, которой никогда никто не мыл ничего, стекает по нему. И правой рукой это все пишет. Кого приветствовать? Еще дальше. Приветствует вас Яраст, городской казнохранитель и брат Кварт. Калькора есть. Должность у него большая. Не забывайте, что это главный банкир. Он нам не раз еще потребуется. Верующий стал, но выделил его, запомните. По нужде обращайтесь, он мимо не пройдет. Вот у меня такой был тут, близко знакомый, главный я считаю банкир Алтайского края, знаете, Филимонович. Он даже приехал в Потеряевку. И выходя, обернулся, вот так и написано. Добровольное пожертвование для церкви. А с ним еще с Павловска, он набрал с собой такие же где-то. Те мимо идут, он вернулся назад, вытащил деньги, мимо их и положил туда. Вот я не знаю, где он сейчас. Я его поминаю, просто по-другому никак нельзя. Однажды я принес новую книгу, у меня вышла, там открытым окном. Подарил ему, он ее как-то открыл, и там сразу про банкиров написано. Я говорю, мне некогда, у меня сегодня так, отстань ты. Потом, я говорю, мне следующую книгу-то издавать не на что. А всего надо было отдать 50 тысяч. Он палец в шкаф, склонился, а он не знает это. Вытащил ровно 50. И приехал еще домой, мало то отвезли. С чем он будет вспоминать, казнохранитель? Он не бедный был. Но и бедных он не забывал. Дальше. Еще тут кто? Все, все. А все? Ну не все. Видите, сколько вспомнили. А ну, посмотри еще дальше. Просто у вас указано 11, 12, 23. Хорошо. Второе коринфянам 13, 12. Качество. А у нас начни сейчас говорить, сколько припомнят? Кто? А вот тот, который вел занятия с учениками. А вот это тот-то, тот, который всегда приходил и говорил, можно еще взять новое заветное? Это Евангелие. Видно, что каждый раз она раздает где-то. Это воспоминания оставляет человек. Я вот сегодня только подумал, вот так, чтобы в храме надписи были, я не слышал и не видел нигде у православных. А вот это самое, может, грозное для нас. Притча 28, 9. Кто отклоняет ухо свое от слушания закона, то вам молитва мерзость. Как ты можешь отклонять? Закон это Библия называется теперь, вся, об этом законе. Молитва, я молюсь в храме, мерзость. Ужасная слава слышать нам. И поэтому Библию из рук не выпускаете. Еженемно считайте, открывайте, чтобы это не ударило нас по хребту. Иначе не распрямиться уже никогда. Приветствуйте друг друга лапзами святым. Приветствуют вас все святые. Не перечисляют, а так лапзанием святым. Вот у баптистов, у них это так и есть, прямо целуются губы в губы. Ну, у нас тут принято так, вот сколько я гляжу, на фотографии где. Ну, не принято так, ну и не отрицают. Обнял его там, похлопал, что-то погладил по спине. Я не знаю, сестры-то как. А вот у мужчин так это есть сегодня. Колоссин 4,12. Вот 4,12. Нет, это офис Солонкица. Вот он лежит. Нет? Так. У нас ки, здесь она, здесь она. Рядом. Пусть вводится здесь. Она, бумажка съехала, я ее положил здесь. Вот так. 4,12. 4,12. Ну, все понятно. Вот она, докладка. Да. Приветствует вас, я по фраз, ваш раб Иисуса Христа, всегда подвязавшийся за вас в молитвах, чтобы вы прибыли совершенны и исполнены всем, что угодно Богу. Он молитвы, вот сегодня особый день у нашего дорогого брата Вячеслава, а вся роднята, которые подсовывали им, это все мусульмане, и мать его принимает крещение. До этого была только, где-то когда-то, мощеная, и вчера мы с ней, он ее вызвал, и мы очень хорошо побеседовали. Тогда было такое имя, Лия, в мусульманске, ну, так вот. Но самое главное, что дед, то есть ему дед, а я его отец. Ну, он терпеть не может. И он чувствует, что здесь враги его. Вот он, когда первый раз поехал, никому не говорил, молодой человек, вернулся такого из-за границы, я говорю о внуке. А тут собрался потеряевку, и его едет тесть, и будут все принимать крещение. С ним беснование началось этим, со стариком. И при том, мусульмане не пьют вино. А это, говорит, если ему столько не дашь, немножко, жития нет никакого. Мы тоже молимся, Господи, уменьши его сердце. И сегодня такой день, или, может быть, Лилия там будет названа, у нас есть, по календарю они там посмотрят где-то. Другой вчера тоже ко мне зашел и говорит, у меня беда какая-то большая, тоже принимал крещение. Мама пьет, запивается. И только полещится маленько, приходит опять, отобрать ключ, отдельно живет. Я сама распоряжусь. И все-таки я добился, что они вышли оба на меня. И мы о вчерашней матери это помолились, и теперь я стал говорить, если вы согласны, то скажите аминь. И я прочитал молитву о пьяницах, как это говорит. И она выслушала, Светлана звать, если на память придет. Сын, до того хороший сын, приезжал он с женой, дети были двое, принял крещение. Ничего не могу сделать. Перехожу с работы к ней, но если она не такая, то не откроют. Так, видимо, есть. А для чего вам говорить? А для чего я говорю? А вот кто-то вспоминает, молитва упоминаемая. Если молится о них, и вы знаете, цените этих людей. Цените. А вот дали указание такое. Вы знаете, когда у нас вот утром начинается моление, по нашему местному, пять. А в Москве это один час ночи. И мы каждый раз молимся. Это у нас занимает в общей сложности полчаса. Ну, дальше еще считают слово, это трехтомник Нового Завета. Это всегда так. И мы молимся, поминаем всех. Поминаем патриарха. Поминаем митрополитов, священства, местного митрополита. И поминаем Папу Римского. Там нам никто не запретит. Молите за старейно-начальствующих. Это люди, начальствующие где-то. А теперь, а почему вы с ними, это католик? Я считаю, что это нужно, и никто не против. Нет, нигде. У нас нигде слово Иегова не упоминается в богослужении. А когда мы молимся и здесь, так и написано. Почему? В восемь раз, Святая Библия, это... А Макарий, глухарев, который переводил, он не переводил это слово. Около семи тысяч раз это слово в Библии. Вам Господа заменили. Поэтому, прежде чем осуждать, надо побольше узнать. Дальше. 4.12 и 4.18. Приветствие моей рукою, Павловую. Помните мои узы. Благодать со всеми вами. Аминь. Зачем ему это, Павлову, было говорить? Моей рукой, то другое. Я прихожу, заказанные книги, но не отправляют. Те, которые заказали, заплатили, ждали, когда я вернусь, поставить автограф. Селоку сказать, что я не просто так, а я тут. Ну, так и делается. Почему? Когда важный где-то человек, люди подают ему, хоть на бумажке распишись. А вот у нас, чтобы столько было материалу, это книги-то наши, у нас все переполнено. Если Господь благословит, я прошу помолиться об этом. Мы много работаем. Помогают мне сейчас в этом. Я думал, 40 с чем-то. Полный подсчет делают. И, кажется, 67 человек, понимаю. Никогда этого не было. Которое, то, что я говорю, проповедь, а не сегодня проповедь, перевести в буквенное выражение, на бумагу, ну, вордовское где-то. Разные люди. Самый большой вред нам нанесла мысль одного, который говорит, есть прибор, который ты говори, а она пишет. Она не знает системы этих наших книг. Они здесь, ну, не книг, а божественные где-то. И теперь выправлять это просто невозможно. На одну проповедь я еще два дня буду тратить, восстанавливать ее. Вот как. И сколько обнаруживается. Попутно хочу сказать. У нас крещение принимала одна армянка. Она изглали, а теперь она Девора. Сколько же мне энергии. Только заказал вчера, узнаю. Мы в конце, который издаем, сейчас проповедь во свете Святой Библии название будет. Это примерно 6 томов. Каждый том будет по 1100 страниц. По 1150 примерно. Работа огромная просто. А в этом необходимость есть. И вот когда на крещение отошли здесь, крестный ход, много людей там. И они как-то так разбиты. На 4 части. В 4-й шел владыка, митрополит Сергий. И я как-то сумел рядом там встать с ним. И сказал, у меня книги такие. Вот говорит он, обязательно. Так что я жду звонка. И у меня может быть с ним встреча. Прошу вашей помощи. Расположение его не изменилось. А с такой улыбкой. Да он мне столько воды вылил этой кистью-то. А потом при заходе туда, я оказался в период, он у меня еще раз полоснул, а сам улыбается. И батюшка пошел, когда у них там где-то что-то было, какое-то совещание или что-то, не знаю я. И он всегда спрашивает о здоровье. Это не просто митрополит, это как отец родной. И поэтому мы должны молиться о нем. Господь его хранит. И знаете, сколько раз он в Потеряевке был. Когда уезжает он, не знаю, никогда. Я сказать сказал, ну не знаю как будет. Можно либранденка на отпростить, как прощались первые, приклонили колени. А почему нельзя? Я побежал в палатке, расстрелил, он пришел, встали на колени. И маленький ролик сняли. Батюшка, с ним священник был. И я все это послал патриарху. Почему? Я сказал, что говорят, что его убирать опять хотят куда-то. Он как вот человек, который разрушен и восстанавливает. А у него похвальные ордена. То, что в Израиле служил, в Эстонии, в Чехословакии. Он приезжает, буквально развален, выезжает, все стоит на месте. Ну, за это, да, кто-то был, который священник-то. Дмитрий Максим-то. У него все разладилось и стали требовать убрать его. А его прислали. Он же был епископ, который митрополит, там совет какой-то входит. Я когда-то однажды ему написал письмо. Он говорит, вы такую высокую даете мне оценку. Я патриарху сказал, не убирайте его от нас. Он так много сделал, да и возраст его уже это. И мне ответ пришел оттуда. Все благословено, его не тронули. Вот как Господь делает. Вот такое должно быть сросло с начальствующими. И как он приветствует. И до всего интересуется. Мы зашли, снимаем. Так, а почему двое снимают? Я говорю, это фотограф, а это ООО. А когда стали фотографировать, а тут у него там, не знаю, семинарист или кто. Я говорю, а с бритыми мы не фотографируем. Тот сразу отошел в сторону. Вот мы с ним беседовали когда. Один час восемь минут я говорил. Я говорю, владыка, мне хоть что-то-то скажите. Слова-то какие он сказал. Золотые слова. Не умолкайте, доколе Господь не отзовет вас. Понимаете, это благодать Божия. По нашим скорбям, по всему Господь видит и делает. И какое приветствие. Вот мэр города, который погиб, он когда в машине едет, меня увидит, руку высунет по машине. Поэтому мимо его доски проходят туда и обратно к мосту. И всегда помолимся о нем. Дальше. Первый фестон викицам 5.26. Это ритуал для вступления в контакт. Приветствуйте всех братьев лапзанем и святым. Опять лапзанем и святым. Это не похлопа у него по спине. Может быть по тому времени так было или как-то. Ну а как? Не знаю. Вот один человек вроде относился хорошо. А потом гляжу, у него такая ересь идет. А принял православие. Я тогда стал думать, что с тобой случилось? А ничего. Я говорю, а ты ходил к этим-то там? Есть тут такие верующие, да? А с тобой целовался такой? Ну да. И когда целовались, то он тебе и злик сынул в рот. Вот бес вошел в тебя в это время. Беснование началось. Я тщательно по ступеням развел, когда... Если наедине хотите узнать, что говорил правду нет, я могу назвать. Тем более умерел тот и другой. Ай, хорошо, хорошо знал. И речь об луде шла. Он поприветствовал. Зачем ты это делал? Ну, верующий там... То, что я его так поприветствовал... Ну, так написано. Итак, подходя сюда, я так подумал. Вот заходим. Это не просто так. Это же живые образы были. А вот они были бы здесь с нами. Стали приветствовать или нет? Меня спрашивают. Ну, вот вы на занятиях у него сетей. Эти там милиции везде преподавал. Такие отношения хорошие. А вот если бы Василий Великий и Григорий Богослов, и Златовуц были бы здесь, как отнеслись? Я говорю, Василий Великий, может, меня бы огрел Жезу. Со Златовуц-то мы бы еще поговорили. Почему? Потому что я ставлю главная вина нераспространения веры православной в монашество. Мона один. А Господь говорит, идите по всему миру. О них самое лучшее высасывалась из народа вся сила, и они уходили в песок, не давая потомству. А как приветствуется это? Ну, приветствие у монахов другое. По-другому приветствуется. Поклониться в ноги. В ноги. И что надо сказать? Вот это тоже, когда узнаешь поближе, так и не соответствует действительности. Ну, так положено. Расположено, значит, так. У одних вот так показывают рукой, другие военные показывают так, но только на голову, чтобы головной убор был. Это приветствие. А что это означает? До конца не знаю. Они не знают, что такое пиать. Я бы объяснил, откуда это идет. А тут непонятно. И показывают президент, который был здесь в России. Он подошел к патриарху, руку подает. Поздоровается. А его кто-то не делает так. Это мы должны помнить. Почему? Потому что благословляющая рука архипастыря стоит всех рукопожатий, какие в мире. Богу нашему слава во веки веков. Аминь. Субтитры сделал DimaTorzok